Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Постковидная реабилитация. Перенесшие болезнь смогут восстановить свое здоровье в санаторно-курортных учреждениях Республики. Новые импульсы. Депутаты Государственного совета приняли закон о стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Рожденные в вышивке. Появившиеся на свет в день чувашской вышивки малыши получили распашонки с национальными узорами. В Чувашии создан резерв в 390 коек за счет санаторно-курортных учреждений. Они открылись в санаториях «Надежда» и «Чувашия-курорт». Новый подход к лечению пациентов с коронавирусом рекомендован Минздравом России. Он предполагает долечивание пациентов с COVID-19 после стационара в санаториях. Это позволит сохранить места для неинфекционных больных. Напомним, реабилитацией переболевших коронавирусом в санатории Чувашии начали заниматься еще после первой волны пандемии. Сейчас восстановить здоровье можно в санаториях «Надежда» и «Чувашия-курорт», городской клинической больнице номер один и первой Чебоксарской городской больнице имени Осипова. Лечение назначается пациентам по показаниям. В среднем каждый проходит по 3-5 процедур в день. Заболевания коронавирусной инфекцией тяжелые, все переносят его по-разному. Но в восстановлении утраченного здоровья нуждаются все пациенты, перенесшие COVID-19. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая включает физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапию, обязательно дыхательную гимнастику, массаж и так далее. Реабилитационные мероприятия должны начинаться с первых дней заболевания и длиться не более 2-3 месяцев непрерывно. При необходимости они могут быть удлинены до года и более. Все зависит от степени тяжести перенесенного заболевания, от сопутствующих заболеваний, от реабилитационного потенциала самого пациента. В условиях дневного стационара реабилитация длится 10-14 дней. Попасть сюда можно, имея на руках направление от участкового терапевта. В санаторий можно пройти курс реабилитации и за собственные средства. Курсовка стоит 12 300. В курс включается обязательно лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки грудного отдела позвоночника, соляная шахта, барокамера, озонотерапия, консультация психолога. До конца года мы планируем принять около 200 человек, это начиная с октября месяца, и у нас осталось еще человек 60. С лета реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции уже прошли 623 человека. Сейчас восстанавливают свое здоровье 120. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Вчера гостями 30-го международного оперного фестиваля стали медицинские работники. Оперу Джузеппе Верди, бал Маскарад артисты посвятили врачам. Дорогие друзья, сегодня на нашем спектакле присутствуют медицинские работники. В их лице мы благодарим и чествуем всех врачей, которые сейчас находятся на передовой, защищают нашу жизнь и здоровье. Пусть спектакль, который будет представлен на сцене театра, станет выражением признательности всем врачам. Бал Маскарад артисты 23-я по счету оперы знаменитого композитора. Ее сюжет основан на истории убийства короля Швеции Густава III в конце 18-го века. Верди переносит действия в Соединенные Штаты Америки, дает своим героям другие имена. Вечная борьба, любовь и долга, верность и измена, ревность и месть воплощены в гениальной музыке. Произведение отличается богатством мелодий и вокальным разнообразием. Партию главного героя исполнил лауреат международных конкурсов Алексей Михайлов, солист царицинской оперы из Волгограда. Партию Амелии, солистка Мариинки Анна Маркарова. На Чебоксальской сцене эта опера уже ставилась в 2006 году. Режиссер Людмила Налетова из Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Такие минуты отдыха для врачей в последнее время – большая редкость. Это очень замечательная инициатива пригласить сюда врачей, медицинских сестер. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас многие работают очень напряженно в красной зоне. И это уже не первый месяц. Безусловно, это морально сказывается на настроении наших коллег. И то, что сегодня есть возможность прийти в театр, послушать замечательную музыку, насладиться этим великолепным музыкальным вечером, я думаю, для многих это будет настоящим таким праздником. Праздником и для души, и в целом есть возможность отдохнуть. К такому подарку, конечно, врачи относятся замечательно, потому что это прекрасная опера, прекрасные артисты, которые выступают сегодня, в том числе и для врачей. И в нашей больнице, конечно, здесь немало сотрудников, которые с удовольствием слушают эту оперу. Мы же культурные люди, мы любим ходить и в театр, и в кино. И, в общем-то, это одно из хороших стимулов для того, чтобы дальше работать с полной силой. Любители оперного искусства смогут услышать Верди еще раз в его реквияме. А 29 ноября заключительный гала-концерт с ведущими артистами Москвы и Санкт-Петербурга. Татьяна Молокова, Дмитрий Салманов, Республика. На очередной 46-й сессии Госсовета Чувашии депутаты рассмотрели 10 вопросов. Законопроект о стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 года и параметры республиканского бюджета на будущий год стали основными пунктами повестки дня. Подробности в материале Родиона Архипова. Стратегия социально-экономического развития Чувашии до 2035 года определяет главное направление движения. Надо не только сохранять конкурентные позиции региона, но и найти новые точки роста. Только так можно повысить качество жизни населения. В документе учтены предложения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей научной общественности, предпринимательского сообщества и общественных объединений. Реализация стратегии запланирована в три этапа. Первый этап в период 20-21 года. Здесь мы планируем выйти на восстановление темпов экономического роста, которые замедлились в связи с распространением коронавирусной инфекции и которые замедлились на период 19-20 года. На втором этапе планируется значительный темп рост экономики, драйвером которого должна стать активизация инвестиционной деятельности Чувашской Республики. И на третьем этапе, 26-25 года, мы должны реализовать амбициозные задачи, повысив качество обороны жизни населения, реализовать крупные инфраструктурные проекты. В результате реализации стратегии качественно вырастут социальные и экономические показатели. К примеру, среднемесячная зарплата увеличится в три раза. Ожидаемая продолжительность жизни до 80,5 лет. Среднегодовые показатели безработицы планируется снизить до половины процента. Уровень бедности до 9% в 2035 году. Закон, он крайне необходим для нашей республики, чтобы было понимание развития, куда идет республика. Есть четкое понимание, что, во-первых, документ достаточно информационно емкий. В ходе сессии законодатели в первом чтении рассмотрели проект о республиканском бюджете Чувашской республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год составит 61 500,5 миллионов рублей. Расходы прогнозируются порядка 64 372,6 миллионов рублей. Прежде всего, бюджетные деньги будут направлены на сохранение здоровья граждан. Сейчас это особенно важно. На поддержку могут рассчитывать представители малого и среднего предпринимательства, пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Продолжится реализация национальных проектов в области образования, демографии, создания комфортной среды проживания и других. Умение правильно распоряжаться деньгами – одно из главных качеств успешного человека. В Чувашском республиканском институте образования начал работу региональный центр финансовой грамотности. В сентябре этого года Министерство финансов Российской Федерации, Центробанк и Ассоциация банков России подписало соглашение, направленное на повышение финансовой грамотности в Чувашии. Благодаря этому проекту около 250 педагогов региона прошли обучение на курсах повышения квалификации. Более 300 школьников и студентов посетили интерактивную выставку «Время и деньги». Мы с вами сегодня фиксируем формирование, я бы так сказал, как это сейчас принято говорить, института развития финансовой грамотности в регионе, то есть Центра развития финансовой грамотности, который должен как раз все это собрать, проанализировать, адаптировать для разных групп населения через разработки конкретных доступных программ. Программы Центра рассчитаны на разные возрастные группы, лекции, практические занятия, мастер-классы, конкурсы помогут разобраться в непростых финансовых инструментах. Сегодня на территории нашего республиканского центра финансовой грамотности работало несколько интерактивных площадок, такие как финансовые инструменты, которые внедряются через игру «Не в деньгах счастья». Дети планируют свои финансы, они учатся делать первые шаги в реализации своих каких-то финансовых сбережений. Помимо этого работала площадка, связанная с повышением квалификации педагогов. Финансовая грамотность теперь неотъемлемая часть нашей жизни. Она помогает в работе и упрощает решение бытовых проблем. Ольга Семенова, Александр Атюков, Сергей Копеев, Республика. Правительство России рекомендует при определении кредитных рейтингов регионов пользоваться шкалой национальных оценок вместо зарубежной. Теперь этим будут заниматься отечественные структуры. Регионы сами определяют необходимость осуществления рейтинговых оценок. В основном они нужны для привлечения коммерческих кредитов, займов от международных институтов. В связи с завершением действующего контракта Минфин Чувашия, как орган, непосредственно осуществляющий операции по привлечению средств, принял решение не продлевать работу по поддержанию рейтинга по международной шкале, присваиваемой международным агентством Fitch Ratings Incorporated. С национальным рейтингом агентства мы обязательно продолжим оценку и, соответственно, будем проводить эту оценку ежегодно. И наши инвесторы потенциальные всегда смогут оценить Чувашскую республику, исходя из национальной шкалы. Молодому специалисту не так просто найти работу, но вовсе не обязательно отправляться покорять рынок труда в одиночку. Помощь тем, кто только начинает свой профессиональный путь, оказывает служба занятости населения. Чтобы объединить интересы молодых специалистов и работодателей, в центре разработали различные программы. Выпускникам предоставляют выбор с учетом сложившейся ситуации. Есть у нас программа временного трудоустройства для выпускников среднепрофессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, где мы предоставляем первое рабочее место именно по той специализации, которую он завершил. Где при этом у нас центр занятости выплачивает материальную поддержку в размере 3000 рублей. Самым эффективным способом в поиске работы стали ярмарки вакансий. Специалисты центра приглашают на них кадровые службы предприятий и организаций, чтобы за один день молодые специалисты познакомились с предложениями разных участников. После института очень сложно устроиться, так как везде нужен опыт работы. И сюда пришла, чтобы гарантированно получить работу, которая меня привлекает. Здесь нет публичных выступлений для всех. У каждого работодателя свой уголок с презентационным материалом. Там и проходят собеседования с искателями. С центром занятости мы сотрудничаем с 2016 года и очень часто обращаются специалисты, а точнее безработные, к нам для дальнейшего трудоустройства. Чтобы получать уведомления о таких ярмарках и иметь постоянный доступ к вакансиям, нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России» в качестве безработного. При необходимости специалисты ЦЗН помогут составить правильное резюме. Инесса Потапова, Дмитрий Салманов, Республика. Знание законов, физическая подготовка, коммуникабельность, умение оказать первую помощь. По этим и другим критериям оценивали участников республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». Подобный конкурс проводится уже третий год. В республике действует 26 народных дружин. В свободное от работы время добровольцы охраняют общественный порядок. Только в этом году при их участии было зафиксировано 7 преступлений и почти полторы тысячи административных правонарушений. Иван Никифоров из Аликовского района совмещает работу в централизованной клубной системе с дежурством в народной дружине. Дружинникам я уже более пяти лет. У нас называется Дружинник «Урал». В принципе, мне это дело нравится. Нас в основном привлекают там, где у нас массовые мероприятия, поэтому каждый день не завод. Но так как я работаю в культуре, для меня это вообще с плюсом, потому что я и на мероприятии, и, конечно, слежу за порядком. В конкурсе приняли участие 18 народных дружинников из городских округов и муниципальных районов. Специалисты оценивали их физическую и юридическую подготовку, медицинские навыки. Мы как работники спортивной школы оцениваем именно физическую подготовленность наших участников. Они будут подтягиваться. Есть в тестах пыжок длины с места. Для женщин это подъем туловища и упражнение на гибкость. Все оценивается в баллах и потом все суммируется. По итогам всех видов определяется лучший дружинник. Николай Шахмачев из Ядрина стал дружинником в Сельсовете еще в 1985 году. В конкурсе принимает участие уже не в первый раз. И несмотря на возраст, молодым дружинникам не уступает. В 1980 году я здесь участвовал. Я занял седьмое место. Там по возрасту он год. Там молодые все. Молодые были. Младше меня. Но все равно я седьмое место занял. Среди молодежи. Победителем стал Олег Мефодьев, дружинник из Урмарского района. Призеров конкурса поздравили руководитель госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чувашской республике Алексей Веселовский, Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Российское военно-историческое общество в ноябре этого года объявило открытый конкурс на разработку лучшего проекта мемориала в память о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В следующем году исполнится 80 лет с той поры, как в сложных погодных условиях осенью, зимой 1941-1942 годов женщины, старики и подростки создавали в тылу линии обороны для защиты промышленных центров Волки и Урала. На территории современной Чувашии Сурский рубеж проходил по трассе от села Засурско-Ядринского района мимо села Пандикова-Красночитайского, села Сурский, Майдан, Аллатрского районов до границы республики с Ульяновской областью, Казанский обвод от Звениговского затона до границы Татарской АССР у сел Янтиково и Можарки. Напомним, что памятник собираются установить в Козловском районе, недалеко от села Байгулова. Участок очень интересный, видно его со многих, скажем так, расстояний с больших, поэтому, я думаю, работа будет интересна. И по условиям этого конкурса там приглашаются к участию уже профессионалы, то есть художники, архитекторы, скульпторы. Ну и если кто-то у кого-то есть, скажем так, желание тоже поучаствовать, есть творческие силы, то приглашаются, скажем так, непрофессионалы. Всю необходимую для участия информацию можно найти на сайте Российского военно-исторического общества. Работы принимаются с 15 ноября 2020 года по 10 февраля 2021 года. Ольга Семёнова, Дмитрий Салманов, Республика. Особенный подарок в особую дату. Впервые в Республике сегодня отметили День чувашской вышивки. Праздник учрежден по инициативе главы Республики. В его рамках рожденные в этот день малыши получили необычные обереги. Об этих малышах можно сказать, что родились они в рубашке, причем прямом и в переносном смысле. Мало того, что они появились на свет в праздничный день, они еще и получили особые подарки – рубашки, которые тут же на них и надели. С праздником! Растите здоровыми, счастливыми. Приобщайте детей к культуре чувашского народа. Нам очень нравится. Молодец. Спасибо. Мамы уверены, распашонки с чувашской национальной символикой несут особую энергетику и станут для их детей талисманом. Ведь национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код народа, его истории и традиции. Вышитые на распашонках узоры символизируют талант и успех, мир и согласие. Заслуженной артистке Чувашской республики Надежде Ваюцкой 60 лет. Обладательница яркой артистичной харизмы завоевала любовь зрителей убедительной игрой в пьесах разных стилей и жанров. Надежда Сильвестровна родилась в деревне Шенеры в Урнарского района Чувашской АССР. Окончила высшее театральное училище имени Щепкина. А после сразу была принята в труппу Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Иванова. Среди наиболее значимых ранних работ – «Деньги для Марии» Валентина Распутина и «Власть тьмы» Льва Толстого. Свой юбилей Надежда Ваюцкая отпраздновала на сцене родного театра в кругу друзей и коллег. Значимой для нее и любителей ее творчества вечера она сыграла в спектакле «Женить Бадедюкина». Следующий сюжет для тех, кто еще не успел подготовиться к зиме и хочет приобрести теплую и красивую шубу. А я прощаюсь с вами до завтра. Снег и минусовая температура – весомый повод задуматься о покупке шубы. В Чебоксарах открылся центр сезонных распродаж «Вятские меха Белка». Теплая норка, качественный мутон. Кировская фабрика предлагает шубы и аксессуары к ним на любой вкус. В центре сезонных распродаж такого в Чебоксарах не было. Впервые жители Чебоксар могут купить шубу на любой вкус и кошелек. Цены отличаются от рыночных, и можно смело заявить, что предложенные цены будут всем по карману, даже в такое непростое время. Хотите подобрать мутоновую шубу? Проходите во второй зал. Дизайнеры подготовили для вас разнообразный ассортимент. Кстати, современные технологии позволяют делать мутон легким и ярким по колориту. Так что тяжести и ощущения неуклюжести осталось в прошлом. В центре сезонных распродаж «Вятские меха Белка» вы найдете демократичные цены, возможность рассрочки без первоначального взноса и переплат. Приобрести качественное меховое изделие можно по адресу. Город Чебоксары, улица Гагарина, дом 5.